Для многих из нас егер это беззаботный, веселый и слегка выпивший кузьмич из фильмов об особенностях национальной охоты. Мы хотим выяснить, насколько соответствует правде этот образ. И сегодня мы проведем один день с егерами. Один день с егером мы решили провести на территории одного из охотых хозяйств Викольского района. Егер, который нам предстояло сопровождать, Василий Василенко, человек, который в этой профессии уже более 30 лет. Первой нашей точкой стал участок, на котором предстояло сделать кроллю для кабани кормушки. Мы отправляемся туда по дороге, которая когда-то проходила через поле, а сейчас стала лесной тропой. Поля заросли березами и соснами. Ехать до точки минут 20. Мы решили выпускать моменты и поговорить с Василием о самых разных вещах. А проблемы с браконьерами на личной жизни. Многие представляют, что работа егеря это только добыча трофеев, животных, проведение процесса охоты. Это только, наверное, одна из составляющих этой работы. Основное время рабочего времени, а он у егерей это не рабочий день, это рабочие сутки, составляет охрана, в первую очередь, учет численности, проведение биотехнических мероприятий. В основном мы сейчас в рейды выходим по ночам. Честный охотник едет днем? Ну, честный охотник, конечно, едет днем. У нас человек женатый или как бы? Конечно, женатый. Как жена относится к тому, что у Вас рабочие сутки? Привыкла? Нет, не случается и говорит, что у Вас променяли семью на лицо. Не думай так. Нет, это жестокий вопрос. Мы насчет променяли. А как жены разведчиков? Жены военных, жены летчиков, жены космонавтов? По подмороженной дороге, местами присыпанной первым снегом, приезжаем на точку. Разгружаем багажник нашей буханки и начинаем делать крышу для кормушки. Кормушка в этом случае навес, сколоченный из жердей. Скоро сюда привезут пару грузовиков семечек и кабаны будут приходить лакомиться. Крыша нужна для того, чтобы корм не промок и не испортился. Глядя на Василия, берусь ему помогать. Все-таки не стоять же просто так, коли в лес приехал. Вместе мы колотим, пилим доски. Если вы думали, что работа егеря это только ружье, то вы глубоко заблуждаетесь. Это еще молоток, пила, доски и другие рабочие инструменты. Через полчаса крыша на кормушке готова и можно ехать дальше. Следующие несколько пунктов это солонцы. В терминологии егерей солонец это не почва, в которой очень много соли. Массообразная кормушка для лосей и косуль. Только не с кормом, а с солью. Эти звери, как и их родственница корова, очень любят соленые. Правда, в природе солим найти не так-то просто. Вот и подсыпают им ее егеря. То, что солонцы пользуются рогатой животной популярностью, видно невооруженным глазом. Земля возле них вся истопана следами. Маленькие это от косуль, большие оставил лось. По словам егеря, были они скорее всего недавно, наверное ночью. Возле очередного солонца видим недавно упавшее дерево. Оно перегородило с одной стороны подход к кормушке, поэтому решено его распилить. Василий берет из-за бензбилу, а я снова начинаю ему помогать. От солонца к солонцу мы едем по дороге, которую Василий называет кэбл-трофи. Но в то же время хвалятся, что это они своими силами растительные ее несколько лет назад. Да и сейчас, если потребуется, убирают с нее упавшие деревья. Каждый год бывают сильные ветра, рушатся деревья старые, сухостое. Да вот, которая сосна, посмотрите, тоже скоро, возможно, упадет на дорогу, придется чистить. То есть, вы ее каждый год? Практически, да. Такой природный шлагбаум приходится убирать, да? Да, да, да. Особенно в зимний период, когда много снега, нагрузка на деревья, они падают на дорогу. Очередной пункт нашего лесного странствия – это небольшое озерцо посреди леса. Работники охотхозяйства, в том числе и Василий Василенко, сделали его своими руками. Запрузили рычеек, и вот посреди деревьев появилась небольшая жемчужина. Ну, мы сейчас находимся на рукотворном озере нашем. Мы сделали плотинку, перегородили ручей, и образовалось довольно-таки красивое озеро. Летом оно служит для водопоя диких животных, кабаны, косули, лоси подходят, потому что бывают сухие месяцы, как август и июль, все пересохшее. А у нас здесь есть водичка. Также он может быть использован, не дай бог, конечно, при лесных пожарах. Таких прудов егеря сделали в Теренгульских лесах несколько. Стоя на берегу, так и тянет на философские мысли. Хорошо, чистый воздух, природа, лес, озера. Были бы у меня водительские права, пошел бы в егеря. Но водить я не умею, поэтому останусь журналистом. Поедем дальше. С Василием Васильевичем за рулем. Лесная дорога снова приводит нас на площадку с кабанью-кормушкой. Василий добавляет в нее овса, а мы тем временем изучаем вышку. Такие стоят на каждой подобной площадке. Они, конечно, используются для охоты, как настоящей, так и с фотоаппаратом. Но не только. Если вы думаете, что вышки, которые стоят посередине леса, нужны только для охоты, вы заблуждаетесь. Они нужны еще и для учета лосей, кабанов и прочих животных. Ну, разве что, кроме майских жуков. В кабанях-кормушках, в которых Василий добавляет корм, конечно, питаются не только кабаны. Здесь же лоси и косули сюда тоже приходят. Собственно, именно эти три вида можно назвать основными, на которых приезжают поохотиться. Хотя есть в этих лесах и другие звери. Например, бобры, сурки, барсуки. Хотя на последних в этом хозяйстве охоту не устраивают. Черно-белых хищников не так уж и много. Поэтому они живут здесь, пожалуй, наиболее вольготно. Об охоте на других зверей Василий Василенко отзывается так. Подразумевать, что охота это убийство беззащитных зверей, вытует мнение, совершенно не так. Многим все-таки важен именно процесс, а не результат. Процесс раз. Но вы не думаете, что дикая природа такая беззащитная? Отнюдь. Зверь обладает великолепным чутьем, слухом, врожденным инстинктом прятаться от хищника. Ну и как не печальный от людей, потому что мы сами заставили зверя бояться себя. Поэтому добыть зверя, это еще не так просто. То есть нужно знать повадки, нужно иметь выдержку. Умение, короче, нужно. Поэтому это, я считаю, что все-таки конкуренция. При этом, по словам егеря, читер все больше набирает популярность фотоохота. В том числе и среди любителей побродить по лесу с ружьем. Ну вот, допустим, недавно приезжал с другого региона даже один охотник, он приезжал на ночную охоту, у нас на вышках проводятся ночные охоты. Так он в ночной прибор записывал видео. Он, да, видел стадо кабанов. И потом, говорит, мне больше ничего не надо. Вот это, если бы я добыл кабана, ну добыл, добыл, разделали, и все, кабана нет. А это, говорит, мне видео ночное какое-то в тепловизор. Он заснял целое стадо кабанов. Говорит, большая память. И, кстати, много таких охотников. Между тем, из леса мы выезжаем на поле. И это не просто поле. Это настоящая кормовая база для зверей на осень, зиму, весну. В таких полей в охотхозяйстве около 100 гектар. Засеять и следить за ними – тоже забота егеря. Лакомиться овцом сюда приходят и лоси, и косури, и зайцы. А вот кабаны заглядывают чаще всего за другим лакомством. Мы его не скашиваем, оставляем в зиму все колосья с зерном. И выходит кабан. Всю зиму питается, но не только овцом. Овес кушает мыши. Очень любят это дело. А кабан копает мышей, как ни странно. Поле – наша последняя точка в сегодняшнем путешествии. По лесной дороге мы снова возвращаемся на базу. Неожиданно в дорожной грязи Василий замечает два лосиных следа – большой и маленький. Лоси Хостеленко прожили здесь буквально несколько минут назад. Можно сказать, все это время лось был где-то рядом. Что можно сказать? Представление о егере, как о некоем праздном философе, в корне не верно. Потому что это человек, который сочетает в себе, наверное, миллион профессий. За все время нашей поездки Василий Василенко ни разу не достал ружье, которое многими считается главным атрибутом егера. Оружие так и пролежало в чехле. Самое главное лично для меня в производстве охот – это не добыча зверя, а именно общение с природой, то есть увидеть зверя. И самое прекрасное, знаете, что получается? Когда ты можешь добыть зверя, и ты его отпускаешь. То есть, у тебя есть возможность добыть трофей, а ты не стреляешь. И на душе, ну, прекрасно просто получается. ДОМОТОР АВТОР АВТОР ВОЛОДРА ИНТРИЛЯ БОЛОДКИ ДОМОТОР АВТОРА ДОМОТОР АВТОР АВТОРА